МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жизнь в тупике. Когда-то для него только зеленый свет и свободный коридор на несколько километров с двух сторон, спереди и сзади, на дистанции два контрольных паровоза. Сегодня за зеленью деревьев и забором сразу и не увидишь. Жизнь в тупике. Окраина Павлодара. Государь молча внимательно все прочел. Встал с кресла и отошел к окну вагона. Наступила минута ужасной тишины. Я готов на это, сказал он. Последняя точка в истории Российской империи. Отречение. В этом вагоне решалась судьба не только одной страны. В этом вагоне решались судьбы мира. Глава первая. Императорская. Литр водки и кило колбасы. Награды машинисту, если поезд дергаться не будет. По инструкции вагоны особой нормы резко тормозить не должны. Но от инструкции отступали часто. Высокопоставленных пассажиров раздражал. Туфлях это. Не будете снимать? Вы вот здесь вытрите так немножко. Готовы выполнить все условия. Журналисты здесь не частые гости. Неразговорчивый смотритель даже имя свое не сказал. С трудом двери открывает. Вот открытый. Стараюсь его открыть. А он что тут? Его только загнуть вот так, если. Ну я не знаю, здесь тяжело засесть. Этот вагон был сделан на Петровском вагоностроительном заводе в 1913 году для последнего царя из династии Романовых. Ходовая часть в Швейцарии изготовлена. Колесных пар не четыре, как у обычных пассажирских, а шесть. Старинные колеса все, шестиосные. Не могут ее сейчас ремонтировать. Внутренняя обивка финских краснодеревщиков. Собирали мастера российские. Все эксклюзивное в единственном экземпляре. Императорский спецвагон, он был именно создан по его указу, так сказать, да, приказу. Вот, используется исключительно в семейных таких целях. Еще недавно самовар был серебряный, тоже эксклюзивный. В 70-х годах 19 века сделанный. От шифонеры из карельской березы только основание осталось. Грабители побывали, ободрали обивку на диване. Что смогли, унесли. Поручки сняли, железные поставили. Здесь железка лезет, все ворует. К 1917 году железные дороги империи российской располагали самым большим в мире парком вип-поездов. Некоторые из них были этакие дворцы на колесах. Ни одного вагона в полном убранстве той поры не сохранилось. Бархатные занавески, шелковые шторы, стены, обитые кожей темно-фиолетового цвета, капитоны. Только на черно-белых фотографиях. Императорский поезд был невелик. Он состоял из вагона Его Величества, где находились спальня и кабинет государя. С одной стороны наш свитский вагон из восьми отделений, а с другой вагон-столовая с отделением салона для приемов. Далее шла кухня с буфетом и последний служебный вагон, где помещались железнодорожные инженеры и начальник той дороги, по которой приходилось следовать поезду. В таком поезде, в подобном вагоне, Николай II и подписал отречение от престола. И не исключено, что последние километры жизненного пути российского императора отстукивали колеса именно этого вагона, что стоит сейчас по Владарском тупике. Возможно, на этом же вагоне царская семья была и отправлена на расстрел. Так или иначе, но царский спецзаказ предназначение свое недолго отрабатывал. Революция. И закончилась история поездов императорских. Началась история спецпоездов. Кому и как служил этот вагон сразу после октября 1917-го, неизвестно. То ли белым, то ли красным. Но без хозяина не остался. Глава вторая. Сталинская. Вагон товарища С. Он не любил летать. Есть легенда, есть рассказы, что действительно здесь ездил когда-то Есмин Сталин. Нового хозяина этот салон-вагон номер 4 предположительно обрел в начале Великой Отечественной. Когда такой состав ехал, его назначение никогда, нигде, ни в каких журналах не отражалось. Какие лица едут в этом транспорте, естественно. И какие люди, кстати, сопровождают этот транспорт. У этих людей вообще все документы даже отбирались. Вот такая степень секретности. Известно, что никто не знал заранее, какой вариант передвижения выберет Иосиф Виссарионович. У него были специальные поезда, пребывающие в состоянии полной готовности. Это были поезда очень хорошо охраняемые, предпринимались меры безопасности. До движения поезда охранялся сам путь, то есть боялись взрывов. Можно сказать, что это мания преследования, можно сказать, что это нормальный уровень безопасности по современным меркам. На пути следования стояли солдаты, готовые без предупреждения стрелять в случае предполагаемой опасности. Перед бронированным поездом вождя народов и за ним двигались два других состава с охраной. Здесь, как правило, пускали сперва один локомотив, в смысле как, тепловоз. А затем два тепловоза были непосредственно прикреплены к основному составу. Блокировались все пути, как правило, полностью менялось расписание. То есть в основном двигался такой транспорт по ночам. Партийные вожди вообще предпочитали железнодорожный транспорт. Сталин самолеты не воспринимал категорически. И не случайно. Близкий друг Сталина, Артем Сергеев, погиб при испытаниях нового типа транспорта авиажелезнодорожного. Авиационный двигатель поставили на железнодорожную платформу. Сначала получилось, а потом решили прокатить вожди. И поезд разогнался такой скорости, что он разбился и погиб этот Артем Сергеев. Крупный деятель Компартии Украины. И сын его потом воспитывался в семье Сталина. Видимо, с тех пор любимое средство передвижения Иосифа Виссарионовича – наземное. Специально разрабатывали новые маршруты, дороги строили, рельсы прокладывали. Все для вожди. Перешили колею даже для того, чтобы поезд Сталина проехал под сдам по новой колее. Но это было несложно сделать, учитывая разруху, которая тогда была в Германии, и опыт, которым войска имели для того, чтобы прокладывать железные дороги для их снабжения. По некоторым данным, именно в этом вагончике Сталин ездил на подздамскую конференцию. По другим источникам – совсем на другом поезде. На том, что сейчас находится в горе на родине Сталина. Подготовлен специальный поезд. Маршрут длиною в 1923 километра. По СССР – 1095. Польше – 594. Германии – 234. Обеспечивают безопасность пути 17 тысяч войск ЛКВД. 1515 человек оперативного состава. На каждом километре железнодорожного пути от 6 до 15 человек охраны. На линии следования будут курсировать 8 бронепоездов войск НКВД. Беспрецедентные меры предосторожности позволили благополучно транспортировать товарища Сталина до Берлина и вернуть обратно. Но если с подздамом все более-менее понятно, то подробности прибытия на конференцию в Тегеран до сих пор под грифом секретны. Он подвергается сомнению все время, вот этот перелет его из Баку в Тегеран и обратно. Потому что, говорят, да, он летал, и после этого вообще сказал, что больше никогда не сядет на самолет. Известно, как в Тегеран приехал Рузвельт, известно, как приехал Черчилль. И более того, они приехали так, что можно было совершить на них покушение, потому что Тегеран был тоже очень открытой страной. Тот толпа собралась и так далее. Как приехал Сталин, не знает никто. То есть была очень хорошая секретность, безопасность. Она прежде всего безопасность. Сталинский поезд был так оборудован, что мог выдержать двухнедельную осаду. Павлодарский вагон тоже переоборудовали. Императорскую роскошь заменили на советский комфорт. Глава третья. Павлодарская. Судьбы человечества здесь решались. Главная часть главного вагона – рабочий кабинет. Небольшое помещение размером примерно 3 на 4,5 метра. Массивный стол. За ним до 8 человек помещалось. Только все свои и специально приглашенные. В вагоне находились не более 3-4 человек. Руководитель, помощник и охрана. Вожди не любили, что в вагоне было много людей. Слева от входа откидные сидения и столики. Места для помощников, адъютантов. Справа – диван. Мягкий диван. Все для удобства. Бытовых удобств максимум. Душ, ванна с зеркалом во всю стену и прочее. Очень удобно кровать. Видите? Можно спокойно отдыхать. Здесь вот. Видите, пружина. Видите? Видите? Спальное купе полностью бронировано. От внешнего небезопасного мира легко закрывалось дверями и спецокнами. Нажимали вот на эту кнопку и между двойными стеклами в окнах опускалась стальная пластина. Окна старые, уже поле непроницаемые были. Поле непроницаемое? Да, это обыкновенные стекла, в которые пассажирские едят. Комнаты для охраны и помощника – пищеблок. Здесь же кнопки с надписями рабочий кабинет, спальное купе, первая дверь, вторая дверь и так далее. На потолке люстры незамысловатые, на столе традиционные графин и рюмки, вполне современные. В углу телефон с телевизором. Тоже наследие совсем недавнего прошлого. И все равно дух хозяина, похоже, где-то рядом. Треск в микрофоне. Смотритель предложил ножички проверить. Пошутил. Этот шучок задвинули, может, где-нибудь, я не знаю, сейчас проверю. Те, кто на кухне, вождя своим видом, не тревожили. Еду через специальное окошко подавали. Лица, особо доверенные, подносили. Попасть с одной половины на другую – непросто. Здесь двойная дверь. Одна из которых обычная деревянная, а вторая бронированная, весом 250 килограммов. Есть еще одна дверь. Находится как раз напротив тех двух. Тоже бронированная, тоже 250 килограммов. В случае опасности эти две двери тщательно закрывались. И таким образом место обитания хозяина было хорошо заблокировано. Каждая из дверей открывалась лишь по сигналу изнутри. Закрывалась автоматически, блокируя выход. Безопасность и комфорт. Но без особой роскоши. Хозяин этого не любил. Вагон особого назначения весил 98 тонн. Почти в два раза больше обычного пассажирского. Дело в том, что к его днищу были прикреплены специальные свинцовые пластинки весом в 32 тонны. Это для особой устойчивости вагона. Это чтоб никогда не перевернулся, даже если с рельсов сойдет или на мене подорвется. Ну и чтобы в пути не укачивало. Ничто от мыслей государственных отвлекать не должно. И чтобы там руководители, высшие руководители страны не беспокоились при поездках, посмотрите, обратите внимание, какие ресторы. Это сделано для того, чтобы при поездке вагон не качался, не толкался. И создать все условия на работе. После смерти Сталина думом о нуждах народных здесь предавался один из советских министров путей сообщения. Затем спецвагон закрепили за руководством целинной железной дороги. И Абис Аргеншаков, тогда начальник Павлодарского отделения целинной магистрали, 10 лет на нем ездил. Когда вагон был распоряжен по водоросу, я делал моим распоряжением. Я этим вагоном ездил по Казахстану, Алмату, Целиноград, соседней Российской Федерации на командировку. В этой командировке вагон является моим вторым домом. А потом он негодный, уже ездить на нем нельзя. Ходовая часть не соответствует. Вот его и поставим. Ну, как постамент. Танк стоит здесь, стоит. Правильно? Катер стоит. Какое-то время, как музей стоял, знаменитый вагон будущим железнодорожникам показывали. Сейчас просто стоит. Тапочки в углу. До сих пор экскурсантов дожидаются. Редактор субтитров А.Семкин